19 часов 3 минуты в российской столице. Вечер добрый, господа. У микрофона Юрий Пронько на Финам.фм. Ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Сразу вам сообщу, потому как вы мне пишите в Твиттере, да, я сегодня веду и «Реальное время», и итоги дня, которые начнутся в 20.05. В итоге у нас сегодня будет с вами три темы, очень серьезные. О них подробнее вы можете сейчас ознакомиться, значит, на нашем портале финам.фм. Там вывешен уже анонс и по темам по гостям. А в этом части у нас будет не менее актуальная тема. Это неэффективные вузы, куда идет высшее образование в России. Ну, вы все знаете, у нас слово «реформы», как и модернизация, как и инновации уже девальвированы просто до безобразия. И сейчас здесь, в Москве, в России в целом идут очередные так называемые реформы, потому что назвать их реальными я не могу. Так называемые реформы в области жилищно-коммунального хозяйства, в области здравоохранения. Здесь у нас в Москве решили детские театры в один холдинг объединить. Можете представить себе, где холдинги, а где детские театры? Ну, ничего, чиновники у нас, ребята такие эрудированные, несмотря на то, что вот и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, не надо всех под гребенку гнать, но мы их и не гоним под гребеночку, да? Но их решения порой потрясают. И вот очередная у нас реформа. Теперь, значит, и среднего, и высшего образования сегодня в высшей школе уделим самое пристальное внимание. Я представляю пока первого гостя, который до нас доехал. Это Алексей Казак, председатель Российского профсоюза студентов. Алексей, вечер добрый. Добрый вечер, страна. И мы ждем Сергея Бабурина, ректора Российского государственного торгово-экономического университета. В самом начале, напомню, средства коммуникации для звонков. Многоканальный телефон 651099, 6, код Москвы, 495, финам.фм, портал в интернете. Там идет и прямая веб-трансляция, то есть можете как слушать, так и смотреть. Ну и, кроме того, можете писать свои вопросы и комментарии в мой личный аккаунт в Твиттере. Алексей, вот можно представить взгляд молодых на происходящее? Что это за очередная реформа? На самом деле, студенты хоть и молоды, но тем не менее, как и взрослые люди, озабочены всем, что происходит в стране. Тем более, то, что происходит вокруг вузов и мониторинг, это непосредственно затрагивает их права и интересы. Мониторинг, к сожалению, проводился по неадекватным критериям, которые были взяты, так скажем, абсолютно чисто экономически. Они оценивают умение ректора сдавать площади, зарабатывать деньги. И там ничего не говорится ни о качестве подготовки выпускников, ни о том количестве людей, которые, окончив этот вуз, получив образование, трудоустроились по специальности. Там есть балл ЕГЭ, который оценивает скорее престиж вуза, нежели его эффективность. Потому что ребята, которые приходят и приносят какой-то сертификат, они еще ни минуты не учились в этом вузе, но при этом они уже влияют на его степень эффективности. Другой показатель — количество иностранных студентов. Но вы знаете, я, конечно, понимаю, что нас сегодня постоянно убеждают, что Запад — это во всем эталон, что давайте все мерить по Западу. Как-то убеждает вас власть? Вот определенные либеральные персонажи, которые сегодня находятся, в том числе и в высших кругах власти. Можете их назвать именно? Нет, просто я хочу предметный разговор. Кто конкретно во власти имеет либеральные взгляды, да, и проводит эту линию о том, что надо ориентироваться на Запад? Ну, вы знаете, когда я слышу нашего министра образования Ливанова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», и он говорит, что вот хотелось бы, в общем, чтобы у нас образование шло на иностранном языке, я вообще, честно говоря, не понимаю, при чем тут образование и иностранные языки, для этого есть специальные институты, и зачем вот эту внедрять тему? Получается, что мы готовим как бы специалистов не для того, чтобы они работали в России, а для того, чтобы они работали где-то на Западе. И я вот, кстати, Сергей Николаевич Бабурин к нам присоединился, я вот на днях выступал... Даша Николаевич, очень добрый. Добрый вечер. Спасибо, что доехали. Выступал на заседании ученого совета этого прекрасного университета, и я там задал вопрос, а почему так получается, что вузы, которые дают образование среднему классу, то есть детям рабочих, детям учителей, милиционеров, врачей, почему эти дети должны сегодня лишиться высшего образования? Мы уже с вами, так скажем, отделили от них магистратуру, то есть они практически только имеют возможность бакалавриат получать, да еще и вот этими заградительными мерами вообще средний класс пытаются отлучить от высшего образования. А для VIP вузов, которые у нас якобы в топе находятся, для них все условия, им выделяются дополнительные деньги, но ведь эти ребята имеют свойство уезжать за границу и работать потом на дядюшку Сэма. Вот посмотрите, сегодня выпускники наших лучших вузов, и Бауманки, и МГУ, всем им заготовлены уже контракты, где-то там, в Силиконовой долине, в Японии, в Европе, и они, получив образование за государственный счет, будут затем свои знания, так скажем, дарить тем Страманам. То есть Ливанов диверсант? Вы знаете, так скажем, ходят определенные шутки, в том числе в стенах Государственной Думы. Один из депутатов от КПРФ так с трибуны сказал, правда, потом поправился, но бросил такую фразу, ну а чего удивительного, когда у нас он иностранный шпион, и ничего как бы, поэтому странного в этих дистанции. А вы знаете, кто формирует, да, правительство? Кто дает свое согласие? Вы знаете... Вот подобными шутками вы дискредитируете президента Путина. Это, ну, во-первых, это фраза депутата. Я здесь просто говорю, просто говорю о том, что данная стратегия именно направлена на развал системы высшего образования в России. Это я говорю. Я под этим подписываюсь, и под этим же подписались несколько тысяч студентов, которые избрали меня уполномоченным по правам студенчества, и которые написали письмо президенту с просьбой вмешаться в эту ситуацию. То есть вы искренне считаете, что президент не в курсе? Я считаю, что президент не может заниматься сразу всем. Для этого есть министры, которые руководят направлениями, и, естественно, если эти министры не справляются, то тут необходимо принимать какие-то кадровые решения, опять же, президенту. Но видите, по министру обороны принял решение, и вся страна аплодировала этому стоя, потому что не гоже жить в 13-комнатных квартирах и вешать, найти на весах по килограммам золота, да еще и картины вешать себе на стены. Это Алексей Казак, председатель Российского профсоюза студентов. Такое открытие для меня. Алексей Николаевич, Ливанов диверсант, кабинет министров Медведева разваливает высшую школу. Хотел бы я сейчас адресовать вам такой же вопрос, говоря о том, как вы провоцируете своих собеседников. Ну, я вот, познакомившись с Алексеем, очень уважительно отношусь к его активной позиции и как представителя студенческого, и как представителя молодежного, и одновременно государственных интересов в образовании. Алексей Николаевич, я знаю вас опытным политиком. Ответьте мне на мой вопрос. На ваш вопрос я хочу ответить как опытный политик. Не надо сразу сваливать все на президента. Давайте посмотрим, а мы что делаем. Почему, вот я с грустью должен сказать, что Российский союз ректоров как-то парализовало. Потому что у нас что? Ректорское сообщество не понимает, что происходит, не понимает, что мониторинг, который был задуман как некий социологический замер с рекомендательными выводами, чтобы получить общую картину. Он не просто извращен. И ведь итогов мониторинга в целом так и не довели до сведения общества, а довели только черный список. А хотелось бы посмотреть и белый список, чего стоят те вузы, которые спрятались за кулисами. И особенно удивляет, почему большинство так называемых ведущих вузов вообще уклонились от мониторинга. Вот у меня возникает вопрос. Вот ваше предположение. А потому что у многих показатели будут хуже, чем у РГТУ. А у РГТУ показатели иные, чем это нарисовано. Ведь почему вот мы вынуждены были на ученом совете, где вот Алексей уже об этом говорил, и он выступал. Выступали работодатели, те, кому мы поставляем кадры. Выступали министры торговли и Советского Союза, и Российской Федерации в прошлом с недоумением и возмущением от того, что творится. Но если бы обвинения в адрес РГТУ были основаны хотя бы на фактах, я бы сопел в тряпочку и сидел в уголочке. Дай Бог пронесет. Но почему я был вынужден обвинить и министра Ливанова, и Минобор в том, что они последовательно проводят политику, разрушающую отечественную высшую школу. В чем суть? Потому что вот я на своем примере вижу, что когда мы вежливо говорим, а вы пересчитайте, может быть, это какая-то ошибка. Когда вы указываете, что в РГТУ размер неокров на одного научно-педагогического работника 90 тысяч, а на самом деле это 232 тысячи, а на 1 декабря 244 тысячи, при вот этом пороге якобы 95, кто ошибся? Или это не ошибка, а целенаправленная ложь? Цифры все проверяемы. Но я вынужден поддержать Алексея в самом печальном оценке, в том, что критерии мониторинга сделаны такие, которые перечеркивают социальный характер государства. Вот если ректору говорят, что ты не должен брать больше никого, у кого ЕГЭ, ну вот в Москве, центральной европейской части, меньше 63 баллов, это означает, что десяткам, если не сотням, тысяч выпускников школы, у которых будет сдано все успешно, ну на небольшой балл, отныне будет запрещено поступать в ВУЗы даже за деньги, даже за деньги, потому что скажут, ну ты что, ведь если я тебя возьму, значит ВУЗ будет признан неэффективный, и меня уволят. Зачем? Нет. Вот, и это что, это социальная политика? Это диверсия. А по-другому, ну давайте так скажем, это диверсия или турной непрофессионализм, а что хуже? Вот об этом мы поговорим сразу после краткого выпуска новостей, здесь Сергей Бабурин и Алексей Казак, реальное время Финам.фм, звоните, пишите, господа. 19 часов 17 минут, реальное время Финам.фм, Сергей Бабурин и Алексей Казак здесь у нас в московской студии прямого эфира, 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм, наше средство коммуникации, на портале идет и прямая веб-трансляция. Сергей Николаевич, я хочу все-таки уточнить, то есть, либо это диверсия, либо это непрофессионализм. Я правильно понял? Либо-либо. Либо-либо. Что должно в сухом остатке, на ваш взгляд, получиться у тех чиновников, которые это затеяли? Давайте прогнозируем результат. Вот сегодня Россия вступила в ВТО. Так. Система вузов, которые готовят кадры по направлению преодоления истержек ВТО в сфере торговли, это Всемирная торговая организация, возглавляется РГТУ. Мы в течение уже двух лет всем объясняем, что необходимо готовить специальных юристов, подготовленных к нормам ВТО. Это правда. Я согласен. Мы необходимо готовить специальных спорщиков, специальных управленцев. И мы через учебно-методические требования, через федеральные государственные образовательные стандарты, нами, нашим университетом подготовленные, сейчас начали эту работу, чтобы ущерб был минимальный, а была бы польза от того, что мы вступили. И в этот момент, в этот момент уничтожается система торгового образования, и уничтожаются вузы, которые ведут такую подготовку. А? Вам ничего не говорит? Что это? Случайность? Что случайность госпожа Хиллари Клинтон вдруг ни с того ни с сего накануне долгожданного ее ухода в отставку начинает учить Россию не надо делать таможенного союза, не надо сближаться с Казахстаном, Белоруссией, не надо евразийской интеграцией. Наш вуз объективно занимается евразийской интеграцией и через 26 филиалов по всей стране, через зарубежные филиалы и партнеров за рубежом. И в этот момент нас раз ликвидируют. Это что, случайность? Поэтому я и говорю, что я не верю, что только идиоты есть и кроме дурных решений, очевидно, злой умысел. По-другому я это не могу объяснить, потому что это антигосударственное действие. Причем, допустим, это, я говорю, не только допустим, нашей сфере торговли и экономики. Я как президент Международной ассоциации торгово-экономического образования только что мы провели заседания вузов Украины, Белоруссии и многих других партнеров здесь, в Москве. Кому-то не нравится, что мы выступаем координатором и сберегаем на послесоветском пространстве единые образовательные стандарты. Поэтому надо ориентироваться только на западную школу. Да в гробу мы видели эти западные школы, которые по уровню канализации нам тащат господа из высшей школы экономики. Ведь они же действительно не понимают, что многие вузы за рубежом это наши техникумы. Техникумы, вот уровень их бакалавриатов. И когда я говорю это уже много лет, конечно, не всем это нравится. Вы также министру говорите? Вы знаете, министру в лицо это говорили? Министр отказывается нынешний с нами встречаться. Отказывается? Да, он сказал, что я когда попытался встретиться с ним, мне объяснили, что он встречается с ректорами только федеральных и исследовательских университетов. Если он будет встречаться со всеми ректорами, то ему работать некогда будет. Это Сергей Бабурин. Да, Алексей. Я хотел бы сказать, вообще сложилась удивительная ситуация. У нас как грибы выросли за 90-е годы вузы с пустого места, и при этом эти вузы сегодня у нас диктуют образовательную политику. Сначала они диктовали политику в экономике, а теперь они еще и рулят образованием. А вузы, которые долгие годы являлись флагманами образования, они сегодня попали в черный список. Вот я вам приведу пример того, что, собственно говоря, это все возникло не случайно. В том рейтинге изначальном, который был опубликован 1 ноября, оказались такие вузы, как, например, Российский государственный социальный университет, Московский государственный открытый университет имени Черномырдина и Российский государственный торгово-экономический университет, который возглавляет Сергей Николаевич. Это вузы, которые обладают огромнейшей материально-технической базой. То есть, это земельные участки, это здания, в том числе в престижных районах Москвы, это общежития. РГСУ, например, имеет 4 площадки, 4 земельных участка в Москве, несколько земельных участков в Подмосковье, несколько собственных общежитий. Открытый университет имени Черномырдина. Страшно сказать, даже недалеко от Бочарова ручья РГСУ имеет участок. Да. И при этом ректоры этих университетов используют свои площади для обучения студентов, не сдают их в аренду, поэтому у них и показатели заработанных средств не такие высокие, как у других, которые сдают себе под всякие рестораны и все остальные. Другие, которые в зеленом списке, причем данные мы не знаем, как Сергей Николаевич сказал, сколько они набрали, может, они тоже не набрали. И вот, кстати, что еще очень важно. Но названия их известны? Какие-то вузы. Что очень важно. Пороговые значения, то есть то, что нужно было преодолеть для того, чтобы войти в зеленую зону, были открыты только после окончания мониторинга. То есть все играли в эту игру по закрытым правилам. Вот именно почему мы выступили с инициативой создания Открытого Министерства Образования и Науки. И эту идею поддержали сегодня депутаты Госдумы всех четырех фракций, соответствующие письма направлены в правительство. И Единая Россия. И Единая Россия. И эти же депутаты мне, так скажем, доверили быть кандидатом на пост министра Открытого Министерства Образования и Науки. Так вот, наша главная претензия какая? Все делается в тихую, в закрытом режиме. Межведомственную комиссию, на которой судьба сотен тысяч студентов решается, проводят без участия представителей студенчества, туда не пускают, хотя заседание открытое. Мониторинг вузов проводят летом, когда вообще-то период отпусков, берут данные за прошлый год, запрашивают по 50 показателям, а результаты дают по 5. Почему все это происходит в таком, как знаете, игра в наперстки? Вот это наша главная сегодня претензия. Кто вообще проводил этот мониторинг? Как-то публикуют на сайте, то говорят, что это список неэффективных вузов, потом отказываются, говорят, да нет, это с признаками неэффективности, потом делят на три корзины, и вроде первая корзина совсем хорошая, хотя никто не выведен из списка. Второе, с оптимизацией, при том, что у них хотят отнять возможность учить магистров, а только бакалавров хотят оставить. Третий список, якобы это реорганизация, но под реорганизацией выходит, что эти вузы закрываются. Вот пример вам конкретного безалаберства и безобразия. Московский Государственный Открытый Университет имени Черномырдина, вуз, которому в этом году исполнилось 80 лет, который только что поздравили председатель правительства, глава администрации, президент с праздником, который в прошлом году ему было присвоено почетное имя Черномырдина, вуз, который выпустил 500 тысяч выпускников, инженеров, машиностроителей, специалистов горного отдела, автомехаников, где 87% студентов учатся на этих специальностях, и, естественно, там показатели ЕГЭ ниже, потому что там больше бюджетных мест, правительство само просит, обучайте, хватайте с руками и ногами, чтобы люди шли на эти приоритетные направления. А что у нас делает Минобор? Он закрывает этот вуз. У меня стоит вопрос. Это как? Руководство страны, одна рука говорит, нам нужны инженеры, давайте поддерживать, давайте создавать рабочие места, а они берут и этот вуз под нож. Вы искренне верите, что одна рука не знает, что делать другая? Я верю в то, что некоторые чиновники у нас, сев в свое кресло, обзавелись крыльями и думали, что на этих крыльях они полетят аж до самого верха. Но, как известно, там солнце, и крылья могут и обгореть. Вот. И, конечно, когда президент увидел то, что около миллиона студентов оказались под дамокловым мечом и, естественно, это может вызвать бурю негодований и протестные акции. Потому что, как бы ректорам не угрожали, как бы им не говорили, что, не дай бог, кто-то у вас выйдет, мы вас тут же снимем, но студенты это все-таки люди, которые не рабы. И, хотя у нас некоторые чиновники именобрия себя считают, видимо, рабовладельцами и думают, что у нас до сих пор крепостное право и определяют, им лучше учиться не в том вузе, а в другом, им лучше не в этом городе, а в том, вот, так вот я вам скажу, это свободные люди, которые себя не считают ни быдлом, ни тлюй, ни даже перхотью, которую можно просто так стряхнуть с лацканом пиджака. И поэтому, естественно, они будут протестовать теми способами, которые у них остаются. Работая с нами, это мы провели 6 ноября конференцию студенчества, где более тысячи участников конференции приняли резолюцию и обратились к президенту с просьбой предотвратить рейдерский захват вузов, потому что иначе это не назовешь. И эти же люди избрали меня уполномоченным по правам студенчества. Что происходит дальше? Чиновники именобраза собираются, 20 своих ближайших, так скажем, апологетов вызывают молодых в красиво начищенных лаковых башмаках и говорят, нет, вы что, это он сам себя объявил, кто они такие, эти люди, да? Мы сами выберем себе. Ну, знаете, вот эта позиция, когда можно на все плевать, ну, вузы закроем, ну, ладно, кто-то выйдет, ну, подумаешь, да, избрали они, ну, подумаешь, это их мнение, а у нас свои есть. Вот эта порочная практика, она рано или поздно должна закончиться. И закончится она ровно тогда, когда президент их вызовет к себе и скажет, вам оказано было большое доверие, на вас возложили важную функцию. Я не отрицаю то, что нужно многие вузы закрыть, но в первую очередь это частные вузы, которых у нас сегодня тысячи, да, штук, которые штампуют дипломы, которые в сарае обучают десяткам профессий, десять преподавателей, обучают несколько тысяч студентов. Конечно, такие нужно закрывать, но почему с них не начали? Почему мониторинг начали с государственных вузов? Почему нанесен серьезнейший удар по имиджу вообще государственного высшего образования? Я сейчас молчу про то, что некоторые чиновники на личном примере обучая своих детей в частных школах показывают, что в государственные учебные заведения идти не нужно, но, простите, когда вы четко показываете, что это вузы неэффективны, вы обваливаете приемную кампанию, по сути дела. Как это можно не замечать? Естественно, это вот сегодня собирались доверенные лица президента, там была очень жесткая критика ситуации, которая сложилась в образовании. Сегодня у нас все четыре фракции, четыре ведущие партии России выступили с критикой и мониторинга, и даже президиум Генсовета Единой России постановилось. Меня в этой ситуации удивляет только одно. Ну, я понимаю, там КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, но Единая Россия как могла вас поддержать? Очень обыкновенно. Человек, который является лидером этой партии, является главой Кабинета Министров. Еще раз, давайте разделять президента, председателя правительства, что царь хороший, а бояре плохие, речь идет о другом. Речь идет о том, и Алексей это сказал, что это выступили руководители фракции. Вы хотите, чтобы сразу вот вся партия, это решение съезды принимает, но то, что фракция Единой России вместе с фракциями других высказались с критикой вот этого абсурда с мониторингом, это факт. Нравится вам это или не нравится? Что значит мне нравится или не нравится? Кричать о президенте или премьере? Так это премьер-министр, мы говорим о депутатах. Мы сейчас уйдем на краткий вопрос, затем продолжим. Нет, мы прерываемся. 19 часов 31 минута, реальное время, Финамо-ФМ, у микрофона Юрия Пронько, здесь, напротив меня, в московской студии прямого эфира Сергей Бабурин, ректор Российского государственного торгово-экономического университета, Алексей Казак, председатель Российского профсоюза студентов. 65 10 99 6, код Москвы 495, номер нашего многоканального телефона финам.фм, это наш портал в интернете для ваших писем, комментариев, там же идет и прямая веб-трансляция. Так вот, все-таки, господа, царь плохой или царь хороший, бояре плохие? У меня есть ответ на этот вопрос. Я напомню, что президент уже вынес выговор министру за неисполнение его поручений. Я вам напомню то, что президиум Генсовета Единой России, куда был приглашен министр, постановил признать, наложить мораторий на итоги мониторинга, провести его заново с учетом всех вузов и по критериям, которые будут разработаны с участием представителей гражданского общества. Такую же позицию высказал молодежный клуб Народного фронта и, по сути дела, депутаты от Единой России, которые присутствовали на межведомственной комиссии, где решалась судьба вузов, в частности, Александр Хинштейн, Балыхин, Булаев, Аршинова, которые там присутствовали, они голосовали практически по всем вопросам, которые предлагал министр, против, но в связи с тем, что комиссия межведомственная, так знаю, в кавычках, была составлена таким образом, что там фактически из 34 голосов 10 было у министерства образования, то есть сам министр почему-то, причем у него было два голоса почему-то, плюс 7 его подчиненных и еще один Россобранадзор, который также назначается при участии Минобора. 10 человек, плюс представители других профильных ведомств, которые, естественно, там на уровне кто-то замминистра, кто-то пониже, они не могли голосовать иначе, и всего несколько депутатов, представляющих две партии, да, единая, и один был депутат от КПРФ. И в итоговом заключении комиссии сказана была позиция депутатов, что у них особое мнение, что они не согласны с таким решением комиссии, когда, простите, мы даже не видим, кто как поднимает руки, все на счет, на слух, когда за 20 секунд просто произносится название вуза, не звучат ни показатели его, ни позиция разных там политиков, которые выступают за или против, просто голосуется раз, два, три, как, знаете, кто-то даже сравнил с 37-м годом, но и то даже списками тогда не голосовали, все-таки как-то индивидуально решали, а тут сначала раз, два, четыре, пять, три секунды на вуз, потом по 20 секунд пошло, и тут совершенно очевидно, что правящая партия, Единая Россия, ориентируется на позицию общества, все общество кричит, преподавательское сообщество недовольно, ученый совет Филфака МГУ выступает с заявлением, в котором осуждает такую деятельность стратегию министерства, Садовничий, председатель союза ректоров, в своем интервью говорит, что их позиция, по сути дела, не учитывалось, при этом нам министерство каждый раз ссылается на то, что при разработке критериев согласовались с ассоциацией ведущих вузов России и с союзом ректоров, но вот Сергей Николаевич уже сказал, как голосовали на этом президиуме, кто-то то, чтобы одобрить, кто-то вроде поднял, кто-то вообще не поднял, кто-то промолчал, это простите. Главное, что без обсуждения даже не дали ректорам и обсудить это, и вот здесь я хочу тоже сказать, что на межведомственной комиссии, допустим, по торгово-экономическому университету министерство ведь просто обмануло комиссию, они же не сообщили, что есть вопросы по тем данным, которые указаны у РГТУ, нет, они сказали, подтвердили все фальсифицированные данные, и комиссия просто, ну как бы, проштамповала в течение тех 20 секунд, о которых Алексей уже говорил, подготовленное Минобри решение. А вообще, что такое фактура, мы с вами понимаем. А если сказать, что любимое детище в этом году министерства, а именно установление норматива финансирования на одного студента, приведенного контингента в размере 60 тысяч 200 рублей, когда от вузов потребовали цену за обучение брать не меньше этой суммы, что для регионов особенно является, ну, совершенно чудовищной ситуацией, потому что, ну, нет у людей возможности такие деньги платить, то, например, в РГТУ, они же нас самих-то не профинансировали по этой сумме. Наш университет, они профинансировали в пределах 56 тысяч на одного, а требовали брать деньги не меньше 60. И только по этой статье Минобри недоплатил нам 17 миллионов рублей. И одновременно удивились, что мы, несмотря на это, смогли обеспечить, чтобы у нас средняя заработная плата по Москве в ВУЗе была больше 51 тысячи. И что? Это не показатель? Вы с чиновниками общались на эту тему? Вот, министерскими? Ну, с министром не получается. Мы направили письменное письмо. И какие у них аргументы? У них нет аргументов. Они отказались рассматривать это с нашим участием и отказались нас пригласить на рабочую группу, которая готовила вопросы к этой межведомственной комиссии. Почему? Ну, наверное, нечего сказать. Вообще, странная ситуация, да? С одной стороны, речь идет о государственных учебных заведениях, с другой стороны, по вашим словам, значит, они и чиновники вам ответственно говорю, что, ну, я за последние месяцы не берусь, я не знаю всех цифр, но еще год тому назад, РГТУ по своим показателям, по численности студентов, численности преподавателей, профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и многим другим показателям превосходил все федеральные университеты Российской Федерации. Поэтому, когда мы говорим, покажите данные по другим вузам, вот тем самым, которые пока где-то там среди небожителей, почему боятся? А каких вы заходите? Король голый, что ли? Кто вот в зеленой зоне находится? В зеленой зоне с подачи высшей школы экономики находится, она сама, находятся исследовательские федеральные университеты и... Как-то, Ну, допустим, институт стали и сплавов, допустим, финансовый университет, Академия народного хозяйства, которая проглотила Академию госслужбы и пытается сейчас проглотить университет управления, ну и ряд других. Я уважаю, у меня с большинством ректорам очень хорошие отношения, я понимаю, что это хорошие, достойные учебные заведения, но почему же их тоже не подвергают рейтингу, чтобы посмотреть, а насколько они соответствуют тем критериям, которые придумываются. но я хочу еще раз подчеркнуть, что сами критерии мониторинга рекомендовались экспертами когда-то как ориентировочные для именно социологического замера, а не как расстрельные статьи для вузов, во что их превратил Минобор. Да, это интересно. Алексей, я правильно понимаю, студенты решили проводить акции протеста? В ряде регионов уже прошли определенной степени протестные акции, например, в Архангельской области, Пермском крае. Более того, вы знаете, когда у нас стали ребята собирать подписи под обращением к президенту, то в одном из вузов Пермского края ректор так посмотрел, посмотрел листок, и человек, который занимался сбором, говорит, ну ты знаешь, ну вплоть до физического вмешательства буду вам препятствовать этому сбору. Поэтому, конечно, ректор одного из вузов Пермского края. Так вот, несмотря на все это, несмотря на то, что и ректорам пригрозили, несмотря на то, что, наверное, и студентам пригрозили, что если они будут выходить куда-то протестовать, наверное, у них будут какие-то проблемы. Но, простите, когда человека доводят до черты, когда у него отнимают последнее, вы знаете, у нас все же отняли, у нас отняли доступную культуру, у нас билеты в театры и музеи настолько дорогие, что обычно люди туда практически не ходят. У нас отняли историю, нашу советскую историю, полили грязью, начиная от истории Великой Отечественной войны, да, и у нас фактически отняли все. У нас молодежь сегодня в регионах живет очень неинтересно, пойти некуда. Ну вот что, они выпивают, жуют семечки, ну так скажем, пока еще общаются мальчики с девочками в подъездах, и на этом все. Вот все, что оставили наши молодежи. Видимо, это какая-то тоже стратегия такая, оболванивание, одурачивание населения. А вот эти все претензии, простите, вы кому адресуете? Значит, я адресую эти претензии, значит, по поводу оболванивания, я адресую к нашим СМИ, к нашему телевидению, которое, к сожалению, навязывает нас сегодня... Вы знаете, кому принадлежит телевидение в России? Вы все время пытаетесь... Нет, подождите, вы знаете, кому принадлежит телевидение в России? Разным лицам. Значит, большинство СМИ в России принадлежат иностранцам. Значит, это официальные сведения Государственной Думы. Вот это может быть странно и удивительно, но это именно так. Что касается телеканалов, то у нас сегодня только канал Россия и холдинг ВГТРК по сути дела принадлежат государству. И даже первый канал у нас сегодня не является государственной собственностью. Газпром-медиа это иностранный структур? Значит, проценты, А сколько там уже государственных акций? Да ладно, Газпром-медиа контролирует федеральные каналы, и мы их знаем. В Газпроме сколько государственных акций? Вот вы точно можете мне сказать? Сергей Николаевич, а вы знаете, что такое Роснефтегаз? И кому эти претензии адресовывать? Где саккумулированы пакеты Роснефти и Газпрома? Если мы разговариваем профессионально, то я профессиональный разговор предпочитаю. Очень хорошо. Откуда сведения по поводу иностранных агентов? По поводу... Владимира Владимировича Путину. Вопрос. По поводу иностранных СМИ, насколько я помню, эти данные озвучивал Никонов. Это комитет Государственной Думы. Член фракции Единой России. Да, безусловно. Поэтому можно эти данные, я думаю, достать. Сюрреализм какой-то. Да, и в связи с этим, да, по сути дела, насчет над страной нависло угроз. Со всех сторон нас обступили страны НАТО. Это уже ни для кого не секрет. Все говорили, что они борются с Советским Союзом. Но Советского Союза 20 лет уже нет. А НАТО все продолжает расширение на восток. Борются не с нами, но почему-то все время бомбят наших союзников. Да нам еще сейчас приняли список Магнитского. Грозят, что называется... Значит, претензии к СМИ. К СМИ. Кроме ВГТРГ и Добродеева больше нет никого. Но кроме Финам ФМ вообще у нас не остается ничего. Нет, не надо так и говорить. Вы мне конкретно назовите, какие телеканалы. Понимаете, у меня тут тоже дети такие бывали, которые говорили, что у нас все западное. Значит, я буду... У меня такое чувство, что президент уже на Госдеп работает. Я буду... Нет, президент на Госдеп не работает. Слава Богу. Я думаю, что вот именно президент здесь и должен сказать свое последнее слово в этой всей истории, потому что кроме него, видимо, уже никто не сможет остановить эту команду. которые занимаются дербаном высшей школы. Потому что у нас уже сегодня раздербанены сельские школы. Вот этот подышевой принцип привел к тому, что вот эти все, то, что находилось в горных селах, это все закрыто. Простите, мы так много говорим о спасении Кавказа. То, что Россия там должна остаться, это наша часть. Но русский язык уходит с Кавказа. Сегодня преподавателей русского языка практически нет. Заметьте, это говорит лидер студентов, Аня Бабурин, председатель Российского Общенародного Союза. Заметил, Сергей Николаевич. Заметил. И действительно, русский язык уходит оттуда, люди все меньше и хуже говорят по-русски, а ведь русский язык всегда, и при Российской империи, был цементирующим фактором, который позволял общаться народом совершенно разным. и это был залог устроен. Я все-таки хочу вернуться к акциям студентов. Я несказанно благодарен Алексею за то, что он затронул эту тему, потому что мы действительно сегодня как на обманку бросились спорить, кто в какой части черного списка из вузов, а может быть это действительно такой вот стратегический ложный путь, для того, чтобы мы отвлеклись от того, что Россия теряет пространство, что русский язык сжимается, он перестает играть ту геополитическую роль. Ведь не случайно в обращении ученого совета филологического факультета МГУ 22 ноября вот только что, почему ученый совет нашего университета РГТУ единогласно поддержал ученый совет филологов, как мы поддержали обращение питерских ученых остановить разрушение системы высшей школы России, потому что вот здесь эти процессы сегодня реально происходят, если этого не понимает руководство Миноборнауки, значит оно вершина непрофессионально или чудовищно злоумышленно. Ну получается так, что премьер и президент ошиблись с министром в очередной раз. А вот это будет понятно из той реакции, которая будет на сегодняшний мониторинг и сегодняшние действия министра. 19.47 это Финам.фм Реальное время. Здесь напротив меня Сергей Бабурин и Алексей Казак. Мы сегодня говорим о теме неэффективные вузы, куда идет высшее образование России. И эту часть мы проведем уже в интерактивном режиме. 65.10.99.6 код Москвы 495 для звонков. финам.фм это соответственно наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Вот Василий пишет Покажите публикации индекса цитируемости ваших ученых. Что нет вопросительный знак ну и зачем кормить вузы которые не могут осуществлять исследования на мировом уровне. Сергей Николаевич я хочу сказать. А можно я вместо Сергея Николаевич заступлюсь? Вы знаете я считаю что главная задача образовательного учреждения в первую очередь давать знания. А научные исследования пусть ведут НИИ понимаете и пусть там индекс цитирования будет самым важным фактором. А здесь пусть не каждый ученый педагог, который может передавать знания. Он может писать прекрасные книжки и у него может быть миллион статей. Это тоже точка зрения хорошая но я как раз хочу подчеркнуть что у нас в университете и индекс цитируемости есть и патенты есть в том числе международные и многое другое есть только это почему-то не захотели заметить. И самое печальное что когда выводят эффективность научной работы из денег вот сколько неокров освоена тем или другим вузом извините а результат это научные работы будут оценивать вот как оценивать вообще образовательную деятельность вуза по БАУ ЕГЭ человека который только еще поступил так и осваивать по способности переработать и освоить деньги научную работу это полный бред и ненаучный подход. Да еще при том что есть вузы которым сверху падают огромнейшие миллионы И они всегда будут в лидерах хотя результат их научной работы будет нулевой просто распилили деньги освоили отчитались а где результат добрый вечер в эфире как вас зовут алло добрый вечер меня зовут Максим да Максим хотел бы задать гостям вашим вопрос он немножко не по вашей теме но собственно говоря тоже я думаю важен вот есть технические специальности в которых ну наверное у нас все не так плохо вообще в университетах хотя я не техник однако есть специальности финансовые экономические маркетинга и так далее в которых отрыв теоретических знаний преподавателей от текущей реальности он просто мягко говоря громаден то есть там зачастую преподаватели начитывают свои предметы о реальном положении вещей на том или ином рынке представления не имеют это собственно мой вопрос и второй маленький хотелось бы услышать небольшой комментарий относительно Полихановского университета просто вот так оценочно насколько вы считаете это хороший университет спасибо я тогда наверное начну я просто хочу подчеркнуть что не случайно у нас на ученом совете РГТУ выступали руководители служб подбора персонала и торгового дома ЦУМ и банка Ренессанс Капитал и другие участники которые говорили о том почему они хотят брать именно наших выпускников поэтому когда говорят об экономических специальностях то например мы не жаждем претендовать на первые места по макроэкономическим исследованиям хотя и у нас есть серьезные ученые в этом направлении но когда мы говорим о прикладной экономике о потребительском рынке о управлении экономики предприятиями торговли ресторана гостиничного бизнеса вот тут извините подвиньтесь я говорю по многим вопросам равных нам в России нет и здесь мировой уровень мы вот впервые за последние 7 лет наш студент вернулся с международного конкурса и вернул в Россию звание лучшего повара Европы это извините конкретный результат студента который учится на ресторанно-гостиничном бизнесе и в этом отношении есть у нас не только теоретики по маркетингу и рекламе но специалисты мирового уровня именно поэтому у нас сотрудничество с 73 университетами европейскими и в том числе по двойному диплому что касается Плехановки это очень хорошая научная школа очень хороший профессорский потенциал это одни из наших ближайших партнеров и в образовании и в научном сотрудничестве это вот мое мнение вы знаете на моих глазах произошло такое событие как Королевский космический колледж который располагается в городе Королевой Московской области это вуз это колледж который по своей материально-технической базе вполне соответствовал вузу и мог бы иметь и такой статус это колледж куда со всей страны из Сибири с Урал ехали люди которые хотели стать покорителями космоса но вот наш Минобор к сожалению его ввел в состав областного экономического вуза это вот еще раз к тому что такое наше техническое образование то есть вообще нужно ли оно нашим сегодня персонажам которые принимают решения потому что масса примеров когда технические вузы вводят в состав гуманитарных вообще вот вам примеры из регионов Кабардино-Балкария Кабардино-Балкарская сельхозакадемия академия которую едут опять же со всей страны люди которые изучают растениеводство и если обратили внимание на полочках вот в магазинах у нас Кабардино-Балкарские помидорчики стоят то есть наш российский продукт по определенному мониторингу Минобора этот вуз академия получил статус университета и по другому мониторингу вот этому попал в красную зону то есть был признан неэффективным то есть абсолютная рассогласованность одна рука повышает статус другая признает его в число неэффективных другой пример вам Архангельская область мне звонили ребята и говорят что буквально вот-вот и сейчас начнется бунт но мы пока предостерегаем конечно ребят от каких-то так скажем вещей связанных с погромами и всем остальным потому что это конечно ни к чему хорошему не приведет но мы не можем достучаться до всех и вот вам пример им предлагают переводитесь в софу так называемый университет который лучше но они мне сигнализуют в нашем-то вузе зарплата преподавателей выше качество подготовки лучше а нам предлагают перевестись в другой почему вот за людей все решено та же ситуация в Ростовской области откуда мне несколько тысяч подписей ребята прислали надо же было встретиться поговорить спросить может быть кто-то и был бы согласен с кем-то объединяться но давайте учитывать профиль давайте учитывать позицию ученого совета студенчество вот здесь Алексей другую тему нас с вами заставляет о недобросовестной конкуренции вот что такое этот мониторинг потому что есть два законных способа лицензирования аккредитации определять что такое вуз жить ему или не жить а через мониторинг произведена спецоперация по уничтожению вузов конкурентно способных но не угодных или которые нужно бы аппетитно съесть серьезное обвинение я напомню что 12 декабря идем в суд с этим обвинением в адрес министерства совершенно верно когда и по нашим сведениям на этой неделе это решение ученого совета РГТУ потому что мы считаем что любой вуз должен защищать свою деловую репутацию даже от министра образования по нашим сведениям эти иски поддержат десятки российских студентов потому что конечно это безусловно нарушение гражданских прав и это нарушение конституции мы 12 декабря будем праздновать день конституции но на фоне этого нарушается статья о праве граждан образования и кроме того нарушается статья которая говорит что у нас Российская Федерация устанавливает государственные образовательные стандарты так вот в стандартах ничего не сказано ни про 63 балла ЕГЭ ни про 13 квадратных метров на человека там по-моему написано 8 с половиной почему у нас данные мониторинга пороговые показатели выше чем те которые предусмотрены для аккредитации вот это и есть диверсия добрый вечер как вас зовут так алло добрый вечер алло да здравствуйте как вас зовут добрый вечер меня зовут Сергей да Сергей если можно лаконично я хотел бы ответить на ваш вопрос эффективно насчет эффективности регистра образования наверняка ведь Путин и Медведев знают что он этим занимается просто они не хотят еще чтобы протестному движению присоединились еще и студенты все спасибо спасибо ну получается что наоборот министр организует протестное движение он хочет чтобы студенты сейчас шли на улице протестовать и преподаватели и в этом отношении мы и говорим что высшая школа из последних сил пытается заниматься образованием а не политикой даже я как ректор почему другие ректора молчат и мне говорят Сергей Николаевич почему ну ты то ведь что ну тебя сейчас снимут ты пойдешь в политику это твоя жизнь а мне где работать а я говорю а я хочу руководить вузом я горжусь тем что я ректор ну может быть Ливанов тоже получил спецзадание вернуть меня в политику я не исключаю добрый вечер как вас зовут Алло добрый вечер Николай я окончил МИФИ хочу вот такой вопрос задать вот скажите мы много раз уже ваши приглашенные гости в эфир говорили о том что у нас очень хорошее образование и было и там после Советского Союза осталось ну такой простой вопрос если вот мы такие умные почему мы такие бедные все таки почему у нас страна все таки в таком вот состоянии находится если гости говорят что наш министр образования некомпетентен то почему такими великими людьми ну Бабурин это все таки мозг такой руководят вот такими некомпетентными люди почему напоминает сказку Чуковского вот это вот таракан да вот когда такой какой-то таракан да Николай спасибо у нас просто две с половиной минуты пожалуйста Сергей Николаевич нет ну просто я благодарен за добрые слова и особенно за сравнение насчет тараканища я бы другую сказку сказал пора говорить что король голый пора говорить и когда об этом говорят студенты дай бог чтобы это услышали не только ректоры но и само общество и в том числе президенты премьеры которых вы любите сегодня вспоминать а почему произошло почему мы бедные а вспомните что было 20 лет назад мы не были бедные мы хотели жить еще лучше но побежали не в ту сторону прислушались не к тем поводырям а вот эти поводыри загнав нас в болото псевдорыночных реформ расслоив социальное все общество и расслоив музык и сегодня один поводыр уже 12 лет руководит страной кто Владимир Путин разве нет а что из этих 20 лет значит согласитесь первые годы мы выбрались все таки из Ельцинского болота а потом вот эти либеральные мещане взяли реванш и сегодня до сих пор до сих пор вот во всех порах власти сидят я почему и говорю что наша беда что пришедшие при Ельцине к власти вот эти либеральные экстремисты до сих пор вот руководят якобы экономикой на самом деле продолжают распродажу по дешевке того что было сделано в советское время я вам даю слово что мы будем бороться и обязательно победим Сергей Бабурин реактор российского государственного торгово-экономического университета Алексей Казак представитель российского профсоюза студентов были в реальном времени на Финам.фм Редактор субтитров А.Семкин